Добрый день, с вами канал OpenTeacher. В этом видео мы с вами поговорим про два сервиса, собственно, Google Сайт, и с помощью него мы создадим простейший веб-сайт. Видео про основные функции Google Сайтов у нас есть на нашем канале. Обязательно зайдите на канал, найдите это видео, посмотрите. Но сегодня будет фокус в другом. Мы сделаем простейший веб-сайт с помощью Google Сайтов, но наша задача, главное, это конвертировать наш веб-сайт в мобильное приложение. Давайте начнем с первого этапа. Нажимаем в Google Диске, мы должны drive.google.com, у вас должен быть Google Аккаунт для этого. Заходите в Google Диск, нажимаете Создать, Еще, и мы создаем Google Сайт. Как я уже говорил, мы не будем акцентировать внимание на функционале Google Сайтов, очень много времени. Мы сделаем простейший веб-сайт. Так, указать название веб-сайта сверху, пусть это будет опыт Титчера. Давайте мы поставим какую-нибудь картинку, что-нибудь, типа, связанное с Education. Просто в интернете найду какую-нибудь картинку, желательно большого размера. И надеюсь, что... Так как я не использую это для коммерческих целей, поэтому я могу взять любую картинку. Конечно же, вы должны смотреть, есть ли на эту картинку разрешение. Save Image to Downloads. Загрузили мы эту картинку в Downloads, и мы нажимаем Изменить изображение, выбираем Загрузить. Вот наша картинка, которую мы загрузили. Блажно нажимаем, и вот появилась, получается, у нас картиночка. У нас есть заголовок, который мы можем изменить, или его чуть-чуть подвинуть в левую сторону. И мы напишем заголовок. Опыт. А. Икт. Инструменты для работы и обучения. Вот такой у нас красивый заголовочек появился. После этого давайте мы добавим еще одно текстовое поле сюда. Добро пожаловать на наш сайт. Надеюсь, вам все понравится. Окей. Какой-нибудь простой текст. Так, после этого что мы делаем? У нас есть, смотрите, справа в Google сайтах очень много всякого интересного. Здесь можно выбрать какой-нибудь макет. Я не выбирал макет, мы сами делаем эти макеты. Вы можете добавить какие-нибудь карусели изображения, разделители, YouTube и многое другое. Я выбираю YouTube. И выбираю тот, получается, видео, которое я вам рекомендовал про Google сайты на нашем канале. Обязательно ознакомьтесь. Я выбираю, получается, наше видео с нашего канала и вставляю его сюда. Он у нас по левому краю, я просто его перетаскиваю и ставлю посередине. Вот наш, получается, видео находится посередине. И я могу добавить снизу еще, получается, текстовое поле и написать «Все права защищены в 2020 год». Знак копирайта, конечно, я не поставил ввиду экономии времени. Я поставлю его сюда. Ну и, в принципе, все. Наш простенький сайт, я думаю, готов. Давайте мы его опубликуем. Это очень важно. Не забудьте это сделать. Сверху есть кнопка «Опубликовать». Здесь нужно будет прописать адрес. Я напишу «Опыт Тичера». И вот наше название, получается, наш сайт будет доступен по этому адресу. Сайт с google.com.view. И опыт Тичера, получается, после слэша. Хорошо. Если у вас есть свои собственные пользовательские URL, вы можете его добавить через управление. Так. Нажимаю «Опубликовать». Жду некоторое время. Сайт опубликован. Нажимаю кнопку «Открыть». Или это первый вариант. Либо я могу сделать следующее. Вот, получается, сайт с.google.com, view и опыт Тичера. Он должен открывать нашу главную страницу. Так. Собственно, все. Вот наш сайт. Выглядит очень хорошо. Для нескольких минут. Для трех минут. Давайте теперь перейдем на сервис, который называется «Thankable». Он нам нужен для того, чтобы создать мобильное приложение. Вообще, это приложение основано на, в принципе, drag-and-drop. То есть, мы можем перетаскивать какие-то объекты, потом запрограммировать с помощью блоков. В принципе, это будет понятно любому человеку. Не важно, там, начиная с школьников, заканчивая взрослыми людьми. Никаких сложностей, я думаю, если не будет. Зарегистрируйтесь через Google Аккаунт, так же, как я. Я выбираю «Student» или «Educator». Я преподаватель. Так. Здесь остаются какие-то основные функции, рассказываются. Давайте мы это все пропускаем. Got it. И здесь я нажимаю просто «Start building», да? Начать создавать. Название нашего проекта это будет пусть «Опыт teacher». Категория это будет у нас «Образование». Есть ли образование здесь? «Community», «Events», «Health». Давайте пусть будет «Information», да? Пусть будет «Information». Так. «Public» доступно всем. Увидеть, да? Нажимаю «Create». Собственно, вот наше окошко. Это вот наше мобильное окошко. Screen 1. Здесь самые главные компоненты. Видите? «Add Component» сверху, снизу получается. Я могу здесь посмотреть, что мне нужно, получается, и выбрать что-нибудь. Так. Очень много чего интересного здесь есть. Я выбираю просто пока «Label» и перетаскиваю, получается, в наше окно. Название текста меняем. Пишем «Опыт teacher» на русском языке. Цвет мы выбираем какой-нибудь красный. А «Background» мы выбираем ему желтый. После этого я, получается, его... Вот. Следующее, что я делаю, это я ищу компонент, который нужен для «WebViewer». Перетаскиваю сюда. У нас появляется вот этот «WebViewer». Здесь мы должны, получается, привязать его к какому-то веб-сайту. Я перехожу на наш веб-сайт, копирую наш URL и вставляю сюда. Так, все. Мы вставили, получается, ссылочку, URL. «Опыт teacher» у нас висит название. В принципе, что еще? Давайте посмотрим, что у нас, как бы, получилось, да, на данном этапе. Я нажимаю, получается... Я могу нажать, в принципе, здесь «Publish». Я могу «Share» сделать, но я могу нажать еще на «Live Test». «Посмотреть в режиме Live». Нажимаю Live Test. Вот. Что я делаю после этого? Я беру свой мобильный телефон. И с мобильного телефона... Итак, я открыл все через свой мобильный телефон. Нахожу приложение Thunkable. Его можно скачать в App Store или Play Market. Она абсолютно бесплатная. Выбираете «Thinkable Live». Заходите через свой Google Аккаунт. Нажимаете «Sign in with Google». Выбираете тот Google Аккаунт, которым вы пользуетесь. Пользовались при создании Google Сайта. И вот перед вами ваш веб-сайт как веб-приложение. То, как он будет выглядеть на телефонах других людей. Ваш веб-сайт, конвертированный в приложение. На этом все. В принципе, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. И если вы хотите больше видео про Google Сайты, про мобильные приложения, то пишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!